Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Чемпион земли поставил сочинский пляж в пример. Индиец Афрос Шах борется за чистоту вместе с участниками фестиваля молодежи. Сочи и Беларусь свяжут новые образовательные проекты. Глава Сочи встретился с делегацией республики. На курорте намерены навести порядок в гаражных кооперативах. На Альпийской комиссия сегодня выявила полное отсутствие канализации. Сочинка Фатма Мария Коч стала бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу. Медалистку поздравил глава курорта. Самое крупное в стране производство шампиньонов запустили на Кубани. Предприятие расположилось под Краснодаром. В ближайшем будущем там возведут целый промышленный парк. Индустриальную площадку открыла накануне группа компаний «Магнит». Производство показали главе региона. Там уже начали собирать первый урожай грибов. Подробности у наших краснодарских коллег. Вот так легким движением руки собирают каждый шампиньон. Больше грибам на всем протяжении производства никто не прикасается. Складывают сразу в лотки, которые потом отправляют на прилавки магазинов. Сборщики работают в перчатках, так что условия здесь практически стерильные. Сбор начинается с очень крупного гриба. Диаметром где-то 6 сантиметров. Так называемый у нас первый сорт понетки мы собираем. Потом уже идет немножечко меньше. То есть мы должны дать грибу вырасти до определенного размера. Грибной комплекс в Краснодаре стал самым большим в России. Запустил его один из основных ритейлеров страны. Оценить первый урожай пригласили главы региона. Бизнесмен Сергей Галицкий показывает Вениамину Кондратьеву, как налажено производство. В год здесь рассчитывают собирать около 6,5 тысяч тонн шампиньонов. Мы в основном импортный шампиньон сегодня кушаем. А когда мы имеем на территории края свой завод, а это именно завод производства шампиньонов, конечно мы гарантируем, что этот шампиньон будет каждый день в течение всего года. Мы делаем экономику, это рабочие места. Мы дополнительные налоги сегодня собираем. Самое главное, возможность иметь свежий, качественный свой шампиньон сегодня у нас появилось. Предприятие занимает более 50 гектаров. Здесь же производят компост. Это основа, на которой потом будут расти шампиньоны, а также упаковывают готовую продукцию. К слову, пять лет назад ритейлер уже начал выращивать овощи в теплицах. Сегодня говорит о результатах. Это вот у нас огурцы. Также мы производим салаты уже на нашем тепличном комплексе. И вот сейчас добавятся у нас грибы. Коллеги, просто такими же темпами мы должны максимально перекрыть сегодня весь импорт, который сегодня конкурент. И на самом деле выйти со своим фруктом, со своим овощем, со своей продукцией на прилавке, в первую очередь, магазина. И на самом деле все это будет на столах наших жителей. Это самое основное. Я еще раз подчеркиваю, это наш качественный продукт. Он выращен в Краснодарском крае. Мы знаем, как он выращен. И это, наверное, самое главное, что это залогом к здоровью нашего населения. Конечно, в первую очередь детей. Комплекс по выращиванию грибов возвели рядом с промышленным парком компании «Магнит». Соглашение о его строительстве было подписано в 2015 году на инвестиционном форуме в Сочи. На территории в несколько сотен гектаров расположится 14 предприятий и заводов. Здесь планируют производить бытовую химию и парфюмерию. Но в основном запускать будут пищевые линии. Фабрики кондитерских изделий, макарон, мороженого, консервированных овощей. Все эти и другие продукты начнут производить на территории края. А значит, обойдутся дешевле, чем если закупать их за границей. Что в конечном итоге отразится на ценниках в магазинах. Сегодня мы можем четко гарантировать и качество, и уже гарантированную цену, на которую сможем влиять. А вчера мы ни на что не могли влиять, кроме как только брать и реализовывать. Сегодня у нас есть все возможности. Если такие производства будут находиться в Краснодарском крае, в рамках вашего бизнеса, четко уже делать даже где-то цены, может быть, социально ориентированные на определенные категории граждан. Это то, что важно и может быть, будет даже необходимо. Мы видим, что вертикальная интеграция, которую мы считаем наше производство, они нам помогут в будущем как компании выживать. Потому что, по большому счету, мы уже социально ориентированы. Мы теперь можем не зависеть от курса доллара по этим продуктам, когда бывают на рынках изменения. Помимо заводов и фабрик, на территории возведут комбинат бытового обслуживания и даже общежития для работников. Полностью завершить строительство и запустить все производства планируют уже в 2020 году. Мария Крошный, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Аграрии Калининского района уже собрали почти 100 тысяч тонн риса. В числе лидеров муниципалитеты по производству картофеля он занимает второе место в крае. С местными фермерами сегодня пообщался Вениамин Кондратьев. В Калининский район глава региона прибыл с рабочим визитом. Для более качественной сборки урожая и посева семян молодой аграрии Сергей Тронь модифицировал уже существующую технику. На своих полях выращивает три сорта картофеля. В этом году с гектара получилось собрать около 30 тонн. А вот трудозатрат выше, себестоимость его выше, чем в картофельных регионах. Тогда сколько нам выгодно заниматься на Кубани картофель? Рентабельность, я думаю, процентов 40-50. То есть, если его самым первым начать убирать. Значит, это очень не то, что хорошее. Это очень хорошая рентабельность, если она таковая. Ну, потому что... А за счет чего тогда вы выиграете? За счет того, что ранний картофель идет? Да, за то, что мы самые первые начинаем в России. А со сбытом есть проблемы? Значит, вот последние два года, в принципе, проблемы не было как бы со сбытом. Все из-за чего зависело. Потому что в средней полосе России картофель закончился в хранилищах. Картофеля не было на рынке. Вот. Наш картофель ждали с нетерпением. Он появился, его начали брать. Стояла за ним очередь. Все его хотели увидеть, все его хотели покушать. Сергей, я понял одно, что любой сельхозпродукции кубанская нужна своя логистика. Если мы ее почувствуем, если сможем встроиться в эту логистику, при том внутреннего рынка не только Кубани, края, но и России, конечно, все становится выгодным. Посетил глава региона в Калининском районе молочно-товарную ферму. Оттуда каждый день поставляют 15 тонн молока на один из ведущих перерабатывающих заводов края. Разговор об аграрных достижениях района и его развитии продолжили уже на традиционной встрече Вениамина Кондратьева с местными жителями. И к другим новостям. Легендарные гости, эффектные выставки, бесценная информация, огромное количество интересных людей, мастер-классов, встречи, событий. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов «Четвертый день в Сочи». Чему они удивляются и чем удивляют сами, узнаем из следующего материала. Тысячи квадратных метров и ни одного пустующего сантиметра. То тут, то там поют, танцуют или играют на инструментах. Сугубо национальные ритмы тут же подхватывают те, кто впервые знакомится с творчеством новых друзей. Иностранцы же больше интересуются русскими традициями. Огромная выставка, где регионы показывают свою культуру, постоянно заполнена гостями. Алтай, Кузбасс, Якутия, Крым. Студенты смотрят, трогают и даже пробуют на вкус. На стенде Новгородской области, к примеру, можно поиграть в древнюю забаву. По очереди, по стороне маленького квадрата, передвигаемых. И когда у нас появляется тревляд, тот победил. Побеждают либо по горизонтали, по вертикали, по диагонали, по разным способам. Сыграем? А в Тюмени, на родине Менделеева, химики ставят опыты. Эффектно, но главное – безопасно. Соединение, да, давайте. Вот, сейчас будет вообще интересно. Как-то так. Интересно не только иностранцам, но и студентам российской делегации. Кстати, многие из них в Сочи знают еще по Олимпийским играм. Приезд на фестиваль молодежи они просто не могли себе позволить пропустить. Быть волонтером в Сочи на Олимпиаде – это являлось для меня одним из самых ярких событий. Поэтому пропустить теперь самые масштабные молодежные события, ну, было бы просто, на самом деле, глупостью. Между лекциями и встречами они просто устраиваются поудобнее и разговаривают о своих городах, регионах и странах. Как бы стараясь не пропустить еще одного интересного собеседника, а может быть и друга, перерывов между общением никто не оставляет. Одно дело – форумы, фестивали российские, допустим, да, федеральные, но международные – это совсем другое. Тут абсолютно все разные, и мыслят по-разному, и механизмы используют разные. И вот этот вот, скажем так, запал, получить от них – это очень важно. Что чувствуют сегодня эти студенты в Сочи, хорошо знают те, кто все это уже испытал. Легенда российской литературы Андрей Дементьев – сегодня почетный гость. Ровно 60 лет назад состоялся его первый фестиваль в 1957 году в Москве. Посчастливилось побывать и на втором, в 1985-м. Сегодня ему аплодируют стоя, а он по-доброму завидует тем, у кого впереди еще много открытий. Толчок к тому, чтобы изучать язык, например, да, чтобы узнавать другие страны. Я стал много ездить. Мне интересно было общаться с молодыми людьми, которые жили в разных странах, которые говорили на разных языках. А я знал тогда только один язык английский – французский. Мне было интересно, конечно. И я сам изменивался. Собирающих полной аудитории гостей на фестивале не сосчитать. Таким стал и Афрос Шах. Он прославился на весь мир благодаря своему стремлению сделать планету чище. За 86 недель Шах и тысячи единомышленников убрали пляж в его родном городе Мумбаи. Добровольцы вывезли более 5000 тонн мусора, в основном пластика. За это ООН присудила ему титул чемпиона земли. Теперь за порядком следит там, куда приведут его дела. Проинспектировал и сочинский пляж. Правда, ни перчатки, ни мусорный мешок, по сути, не пригодились. Сочи очень теплый и гостеприимный. Мне было очень приятно обнаружить, что город очень чистый. Я считаю, что местные власти делают хорошую работу в этом направлении. Люди тоже поддерживают чистоту. Это действительно очень хорошая работа местных властей. Я бы хотел, чтобы мумбайские власти делали то же самое. Я бы очень хотел, чтобы в Мумбаи было так же чисто, как на этом пляже. Пляж в Меретинской низменности Шах теперь ставит в примеры не только своим землякам, но и остальным гостям фестиваля. Впрочем, собравшимся со всего мира студентам, курорт хочется ставить в пример не только в плане чистоты. Здесь и сейчас зарождаются их впечатления, которые никому и никогда уже не забыть. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Одной из самых многочисленных делегаций на Всемирном фестивале молодежи стала делегация из Беларуси. Сегодня в администрации города прошла встреча главы Сочи Анатолия Пахомова с министром образования Беларуси Игорем Васильевым и другими представителями республики. Это не первая встреча главы города с представительной делегацией из Беларуси. В Минске Анатолий Пахомов был с презентацией возможностей курортного Сочи и собирается туда вновь. Нашему городу нужна продукция минских автозаводов. На сегодняшней встрече прошла презентация белорусских электробусов. Предприятие города Минска Белкоммунмаш, которое специализируется на производстве электротранспорта для городов, общественного электротранспорта, разработало новую линейку транспорта электробусы. Сейчас выпускается два автобуса. Один вместимостью 90 пассажиров, другой 150. Это экологически чистый транспорт, новый современный дизайн, уровень комфорта высокий. Но чтобы закупить такие автобусы для Сочи, нужно их сначала испытать в нашей местности, которая отличается горным рельефом, говорит Анатолий Пахомов. А вот гости из Беларуси, Сочи, готов принимать круглый год. Туризм для нашего города является стержнем экономики, все остальные отрасли они вспомогательные. Но мы гордо говорим о том, что круглый год у нас работает курорт, круглый год у нас работает вся отрасль и все вспомогательные отрасли. Потому что средняя загрузка 78% по году. 88% мы имеем загрузку летом, иногда она доходит до 90%. Рассказал глава города о сочинской системе образования, о строительстве школы социальной поддержки учителей. Министр образования Беларуси сразу же предложил идеи сотрудничества. Например, подписание соглашений между вузами, которые готовят специалистов в области туризма, или обмен талантливыми или одаренными детьми. Юных сочинцев пригласили в национальный образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». По словам Игоря Карпенко, предложений совместного сотрудничества для молодежи достаточно много. У нас была неплохая традиция сотрудничества с Краснодарским краем в области студенческих отрядов. Наши студенты из Беларуси приезжали в Краснодарский край на уборку овощей и фруктов. И была практика студенческих педагогических отрядов, которые работали в детских летних оздоровительных лагерях в Краснодарском крае. Я думаю, что можно было бы восстановить эту неплохую традицию. Сочи для белорусов ассоциируется с громкой для их страны победой в зимних Олимпийских играх 2014 года, когда самая титулованная спортсменка Беларуси биатлонистка Дарья Домбрачева завоевала третье золото и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Об этом сегодня вспомнили в Сочинском музее Олимпийской славы, куда глава города пригласил гостей. А Игорь Карпенко загорелся идеей тоже создать у себя в республике музей, но уже на тему участия белорусских студентов во всемирных фестивалях молодежи и студентов, один из которых проходит в эти дни в Сочи. Елена Овсецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Краснодарский край решил установить курортный сбор в размере 10 рублей. Об этом сообщает Кубань-24 со ссылкой на министра курортов туризма и олимпийского наследия региона Христофора Константиниди. На данном этапе планируется включение не всей территории региона. Это курорты федерального и регионального значения. Сочи, Анапа, Геленджи, Горячий ключ, Туапсинский район. К ставке подошли взвешенно, понимая все риски. Не планируем сверхдохода и определили 10 рублей, сказал министр в Ставрополе на совещании по подготовке к введению курортного сбора. По данным Константиниди, при этой ставке край в следующем году получит около 270 миллионов рублей. Законопроект о введении курортного сбора планируют принять на ближайшей сессии ЗСК 25 октября. Константиниди подчеркнул, что в будущем году власти края не будут вводить большого числа льготных категорий, дифференцировать сбор по сезонности или территориям. Все жители Краснодарского края будут освобождены от курортного сбора. Власти Сущи намерены навести порядок в гаражных кооперативах. Речь, в частности, ведется о гаражных боксах на улице Альпийская. По закону проживания людей в них запрещено. Тем не менее, там находится порядка 100 человек. С февраля гаража отключили от водоснабжения за несанкционированный слив стоков. Однако нарушители наладили себе подачу воды кустарными способами. И стоки до сих пор сливают на рельеф. Подробности у Татьяны Говорковой. Многолитровые баки на крыше, бутылки с водой на кухне. В таких условиях жильцы гаражных кооперативов под номерами 24 и 27 находятся последние 8 месяцев. Ранее, говорит председатель ГСК Анатолий Воинов, у них был заключен договор с ресурсоснабжающей организацией «Водоканал» не только на поставку воды, но и водоотведение. Платили за канализацию точно по тарифу, но коммерческое предприятие канализование так и не обеспечило. Потом нам предложили договор инвестирования, который заключался в 4 миллиона рублей. Потом сделали техусловия, мы оплатили проект канализирования. Люди начали сдавать деньги на строительство канализации. Как успешно сдали? Да, 2 миллиона уже сдали. Председатель подчеркивает, подключаться к канализации хотят многие, но вот факт проживания в гаражах не соответствует уставу. Еще при покупке боксов каждый собственник подписывал заявление, в котором указано необходимость соблюдения установленных правил. Они, в свою очередь, разрешают использование гаражей только для стоянки автомобилей, но никак не в целях проживания. Но люди решили, свет есть, вода тоже, установили газовые баллоны и вселились в боксы. А проживают здесь и мигранты, и семьи с детьми. В некоторых гаражах еще и ведется незаконная коммерческая деятельность. Над гаражами имеются 2, 3, 4, 5, 6-этажные надстройки, которые произведены, соответственно, незаконно. В них тоже проживают люди. В антисоциальных условиях мы, как администрация города, будем принимать все меры для того, чтобы навести здесь порядок. Привлечены все соответствующие службы – Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минприроды, Пожарная инспекция, Успореление муниципального земельного контроля, Управление потребительского рынка, Административная инспекция и другие структуры. Представители каждой структуры проведут обследование гаражных кооперативов и определят нарушения. Эта работа только начинается, так что инспекционные рейды будут проходить ежедневно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Акция школьников 9-й гимназии «Подари улыбку другу», которая стартовала в начале октября в честь Всемирного дня улыбки, набирает обороты. Свои тематические рисунки дети ежедневно расклеивают в муниципальных автобусах. Таким образом, они делятся улыбкой со всем городом. В самой гимназии номер 9 на торжественном мероприятии ученики передали эстафету своим сверстникам по всему Сочи. Школьники нарисовали тысячу рисунков, на которых изобразили улыбку в самых разных ее проявлениях. Акция стала популярной настолько, что ее решили провести за пределами гимназии. Поддержали гимназистов в Сочи автотрансе. Именно здесь, в рейсовых автобусах, юные художники поделились положительными эмоциями с сотнями горожан. Смотрю и улыбаюсь. Детям вообще всегда надо улыбаться, потому что дети – это же счастье и радость жизни. От улыбки станет всем светлей. Эти слова из детской песни, которые считаются гимном хорошему настроению и добрым делам, стали гимном и школьной акции. Ребята вместе с преподавателями решили, что их искренние улыбки, если и не изменят мир, то наверняка сделают кого-то чуть счастливее и поднимут настроение. А это уже большое достижение. За возможность делиться улыбками руководство гимназии поблагодарило руководство МУП «Сочи автотранс». Своё спасибо попросили передать и водителям автобусов, которые для школьников стали добрыми друзьями. Я бы хотела, чтобы эти благодарственные письма вы передали нашим водителям, которые возят детей. Не обижайтесь только. Иногда за пятерку бесплатно. Ребята на школьном празднике не просто поднимали настроение гостям, но и заражали их своим таким разным, но заразительным смехом. Учёные доказали, что искренняя улыбка не менее важна для человека, чем витамины. Поэтому ученики решили передать эту важную эстафету всему Сочи. А сверстникам предлагают сделать улыбку по ролям для всех своих друзей. Мы, ученики девятой гимназии, передаём вам наши улыбки и просим вас не дать покраснуть планами детских улыбок в городе Сочи, искру которого мы зажгли. Уже через неделю стартует общегородской конкурс детских рисунков на сайте changesochi.ru, где жители и гости нашего города смогут проголосовать за понравившийся им рисунок в различных номинациях. Также в планах распространить акцию «Подари улыбку другу» не только на Кубани, но и по всей России. Акция у нас получилась и международная. В рамках фестиваля молодёжи, который проходит в Сочи в эти дни, нашу школу посетит министр Белоруссии. И мы также подарим ему свои улыбки и передадим уже в соседнее государство свои улыбки. «Подари улыбку миру, звезды новые зажги, если радость и счастье все в планете подарить». Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселёв, телекомпания «ФКТ». Жители Сочи спасли кошку, которая оказалась буквально в шаге от гибели. Видео сегодня опубликовали в соцсетях «Сами спасители». На кадрах видно, как из окна одной из многоэтажек на Донской выпадает заигравшаяся на подоконнике кошка. Несколько десятков секунд она, карабкаясь на белевой веревке, безнадежно пытается спастись. «Давай, падай, падай!» Все это снимает на камеру мобильного девушка, а ее друг уже приготовил раскрытую сумку для спасения кошки, куда она после того, как сорвалась, удачно приземлилась. «Боже мой! Я не знаю, ну ты вообще дура!» Сочинка Фатма Мария Коч стала бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу. Международные соревнования проходили в начале сентября в Македонии, а сегодня медалистку с высоким результатом поздравил глава Сочи Анатолий Пахомов. Все подробности в нашем следующем сюжете. Призерку первенства Европы по кикбоксингу Фатму Марию Коч глава Сочи принимает в своем кабинете. «Спортсменка» с международного турнира, который проходил в Македонии, привезла две бронзовые медали. В подарок от мэра цветы и благодарственные письма. От мамы-чемпионки большое спасибо. «Мы гордимся, что у нас такой мэр, который нас видит, слышит. Мы вообще просто гордимся. А главное, что такое было принятие активное, потому что благодаря вам она выиграла». Если бы не помощь мэра, этих медалей могло бы и не быть. Именно Анатолий Пахомов нашел шефов, которые проспонсировали поездку в Европу. Кстати, на встречу с мэром Фатма Мария пришла не одна. Младшая Сивал Ольга не отстает от титулованной сестры. В ее копилке призовые места самых престижных мировых турниров. «Ко мне они пришли года полтора-два назад в кикбоксинг. Они уже до этого тэквондо занимались, там тоже показывали хорошие результаты. На самом деле очень много детей занимается. У меня уже больше 40 человек занимается. И ребята тоже показывают хорошие результаты. И девочки, кстати, начинают идти в этот спорт. И у них очень хорошо получается». Выступая за страну своими победами, соченки в первую очередь прославляют родной город, отметил Анатолий Пахомов. Спорт, подчеркнул глава курорта, сегодня одно из приоритетных направлений. «Много у нас ребят, которые себя проявляют хорошо. И они должны, конечно, иметь возможность участвовать в соревнованиях. Без этого не будет спорта высоких достижений. Поэтому все будем делать в обязательном порядке и дальше поддерживать как только можем». Сегодня в Сочи в дополнительных секциях, по большей части спортивных, занимаются 86% школьников. Разные виды борьбы весьма популярны среди юных спортсменов. В том числе и поэтому было принято решение открыть в Сочи спортшколу, специализирующуюся на единоборствах. В школе номер 17 уже с 1 января будет открыт набор в секции. Но что касается дальнейших планов юных чемпионок, сразу после встречи с мэром они отправились в Лазаревку. Там сегодня стартовал чемпионат Краснодарского края по кикбоксингу. Сочинская яхтсменка выиграла первую гонку национального чемпионата. На курорте проходит главное парусное соревнование страны – чемпионат России в олимпийских классах яхт. Сильнейшие яхтсмены из более чем 20 регионов страны борются за звание победителей в своих классах. Всего на дистанции выйдут более 180 спортсменов. Традиционно в чемпионате участвуют самые именитые спортсмены России. Среди них представители Краснодарского края, призеры олимпийских игр Стефания Елфутина, а также призеры чемпионата мира Павел Сазыкин и Денис Грибанов. По итогам стартовой гонки в классе RSX у женщин лидирует Стефания Елфутина. В заездах мужчин в аналогичном классе. Сочинец Александр Аскеров пришел третьим к финишу. Медальные гонки первенства пройдут 22 октября, сообщает пресс-служба Краевого министерства физкультуры и спорта. И в завершении информации от наших партнеров. Стоматологическая клиника Валиденталь проводит акцию от производителя Брекет-систем исправления прикуса у детей и взрослых. Школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова